МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный редактор журнала «Медицинский туризм» и «Экспорт медицинских услуг» Евгений Чернышев. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, Всероссийский форум на Дальнем Востоке, его значимость для нас здесь сложно переоценить. На ваш взгляд, о чем он, какой месседж он вообще несет? И сегодня вот он в Хабаровском крае. Для вот этой части страны, которая достаточно большая, он про что? Он зачем? Вы знаете, традиционно в нашей стране форумы, как формат конгрессного мероприятия, рассматривается как некий разговорный жанр, когда съезжаются эксперты с разных регионов страны, иностранные гости, говорят об очень важных темах, потом уезжают, и остаются только буклеты и листовки. К счастью, это не про форум «Здравница», который в этом году 22-й, под эгидой Национальной курортной ассоциации и приличным содействием академика Александра Николаевича Разумова. Дело в том, что «Здравница» — это модель проектирования инноваций в санаторно-курортной отрасли, в медицинском и оздоровительном туризме. Что это значит, если мы опустимся на простую почву дальневосточную и разъясним, как это работает? Почти каждая сессия форума, а форум продолжительный по дням, и, например, сегодня в эти часы идет пре-форум с высокими гостями из самых разных регионов, почти каждая сессия — это мини-проект, когда собираются эксперты из разных регионов с разным опытом и разным взглядом и разным позитивным опытом внедрения разных инструментов развития Санкура и оценивают наиболее эффективную модель развития Санкура, например, на Хабаровской земле, применительно к Дальнему Востоку, к реалиям, к границам, к соседям, к, я имею в виду, иностранных государств и к границам других федеральных округов и регионов. И получается по итогу сессии целая конструкция проекта, который можно брать и внедрять с учетом уже опробированного опыта, успеха, с учетом научной составляющей, обоснованности тех или иных подходов, потому что мы всегда упираемся в ресурсы. Мы готовы делать все, но не хватает на все ресурсов. Поэтому форум в итоге — это целое сложение таких мини-резолюций по каждому направлению в отрасли здравоохранения или Санкура, и большая глобальная резолюция форума впоследствии оформляется и направляется уже в Государственную Думу правительства России. А я как член, например, рабочей группы Государственной Думы, впоследствии наша рабочая группа и другие рабочие группы получают такую резолюцию, и мы оцениваем, какие для реализации данной резолюции идеи, которые были сформированы в Хабаровске, и требуется или отдельный федеральный закон, или формирование подзаконного акта. Насколько это реально, насколько сложилась почва. Поэтому, по большому счету, форум, который проходит на Хабаровской земле и по сути земле всего Дальнего Востока, здесь Хабаровск — это лицо всего Дальнего Востока, этот форум является большим импульсом по развитию Санкура не только здесь, но и для всей страны. Поэтому, конечно, отрадно, что более половины спикеров — это местные спикеры, это местные эксперты, которые могут рассказать и поделиться реалиями рынка медицинского, оздоровительного и санторно-курортного туризма Хабаровского края. И одновременно с этим, услышав идеи, рекомендации и опыт других регионов, могут понять, насколько это адаптируется. Поэтому это честный диалог между правительством Хабаровска, между участниками рынка. А вы знаете, что санаторно-курортное лечение — не только санаторий, это и гостиницы, это и аэропорт, и вся транспортная логистика, и общественное питание, рестораны и так далее, это развлечение. Это открытый диалог, который приводит к конкретным проектам, которые можно внедрить в Хабаровске, и к законодательным инициативам, которые впоследствии в течение года будем решать мы в рабочей группе. — Лично вы что привезли, с какой информацией приехали, чем будете делиться с коллегами? — Спасибо большое. На самом деле мы понимаем, что Хабаровск — это большие ворота в Юго-Восточную Азию. И поскольку есть большой глобальный федеральный вектор на развитие сотрудничества с Востоком, то, конечно, логичнее и правильнее, чтобы такой импульс, такой вектор стартовал именно с дальневосточных регионов. Поэтому 1 июня состоится сессия, экспертная сессия «Медицинский туризм в Юго-Восточной Азии. Возможности для России». Во-первых, мы услышим и специалистов, медиков из Хабаровска, чтобы понять, какие есть возможности для оказания медицинской помощи и оздоровительной помощи здесь, на Хабаровской земле. С одной стороны, с другой стороны, приедут федеральные спикеры, которые привезут уже отработанные решения на иностранцах, на иностранных гостях или пациентов, приезжающих в Россию из других стран, чтобы поделиться с коллегами, поскольку мы знаем, что Хабаровск — это мощная дестанация по медицине и притягивает большое количество медицинских туристов из других регионов. Поэтому здесь поделимся компетенциями. И, конечно, пожалуй, жемчужиной этой экспертной сессии будет выступление президента Китайской ассоциации медицинского туризма. И часто мы слышим о том, такие скептические мнения о том, кто к нам поедет сюда на лечение. Но я думаю, что выступление президента Китайской ассоциации медицинского туризма развеет наши собственные мифы, которые мы имеем о себе самих, и продемонстрируют большой интерес со стороны Китая к получению медицинской помощи, в частности, в Хабаровском крае. Не будем забывать, что для Юго-Восточной Азии Хабаровский край является, по сути, первым европейским городом, к ближайшим европейским городам, куда они могут приехать за медицинской помощью. Когда мы говорим о медицинском туризме, по крайней мере, здесь у нас, на Дальнем Востоке, ассоциация простраивается, когда мы куда-то едем. То есть очень часто действительно люди едут в Израиль, в Корею, еще куда-то. Но ассоциации с тем, что приезжает к нам, действительно ее пока, по крайней мере, нет. И раз уж вы сказали, что Хабаровский, Дальний Восток, действительно интересен иностранным туристам, кто едет и зачем, то есть за какой помощью едут сюда? Давайте по очереди. Медицинский туризм – это довольно широкое явление. Под ним мы понимаем и выездной, когда, как вы справедливо отметили, мы выезжаем за пределы Хабаровского края, за пределы России для получения медицинской помощи. До недавнего времени, до пандемии, были прямые рейсы в Южную Корею, куда активно ездили граждане. Также и Китай пользовался, особенно в разрезе Санкура, большим спросом и стоматологической помощи. Но также не будем забывать и про въездной медицинский туризм, об этом мы поговорим, и про внутренний. Так вот, Хабаровск, как от этого иностранного слова нам не уйти, дестинация по медицинскому туризму для дальневосточных регионов и даже для сибирских регионов, это давно известный город и давно известный регион. И Хабаровск известен своей кардиохирургии, и клиника Святослава Федорова, которая работает не первый год, давно зарекомендовала себя. Плюс мы понимаем, насколько интересен Хабаровск с точки зрения набирающего популярность ЧКП-диагностики. И здесь есть центр ВИВЕ, коллеги тоже будут выступать. И до недавних пор в других регионах России не было таких продуманных ЧКП-программ, как здесь, в государственном центре, таких как ВИВЕ. Поэтому Хабаровск однозначно всегда на протяжении последних нескольких десятков лет был территорией притяжения медицинских туристов с других регионов Дальнего Востока. И, конечно, хабаровчане, наверное, не нуждаясь в приезде в Хабаровск, потому что здесь живут, наверное, на этот вектор не обращали внимания. Поэтому казалось, что весь медицинский туризм — это выезд за рубеж. Выезд за рубеж оказался ограничен по, скажем так, неестественно-экономическим или рыночным причинам, а по причине пандемии — это закрытые рейсы. Потом, впоследствии, по другой причине у нас ограничены рейсы. Но мы обратили внимание на то, что одновременно с этим, может быть, мы просто не хотели это увидеть и разглядеть, какой был высокий интерес и спрос на медицину в Хабаровском крае со стороны иностранцев. И с приходом нового губернатора, его команды, мы знаем, что за социальный сектор отвечает Никонов Евгений Леонидович, который сам доктор медицинских наук, профессор. И мы знаем, какое большое внимание он обращает на развитие здравоохранения. И одновременно с этим мы увидели большой интерес со стороны Китая к таким поездкам. К тому же за годы китайского въездного туризма в Хабаровск сформировалась целая такая мощная, я бы сказал, такая прослойка специалистов, владеющих китайским языком. И вот вчера я прилетел в Хабаровск вчера и успел посетить ресторан. И был удивлен, как ребята, хабаровчане свободно общаются на китайском языке. И мы видим, что за годы сформировались предпосылки к тому, чтобы китайские туристы и медицинские туристы чувствовали себя здесь комфортно, как когда-то коллеги из Китая создали предпосылки для приглашения туристов из России, когда даже вывески были на русском языке, и многие китайцы говорили на русском языке. Поэтому въездно-медицинский туризм – это большое приспективное направление. И Хабаровский край здесь, я думаю, что может побороться за первое место на Дальнем Востоке и занять эту свою нишу по въездному медицинскому туризму. Ну вот с Китаем более-менее все понятно, но здесь у нас есть, скажем таки, Япония, Корея, в Южную Корею действительно очень много ездит медицинских туристов из России. А что нужно сделать, на ваш взгляд, чтобы случилось наоборот, чтобы приезжали к нам из других стран, не только Китай? Ну, вы знаете, здесь, во-первых, должен сказать, что мы не должны выбирать стратегию, скажем так, широкого спектра, и говорить, что Китай слишком мал, например. Давайте посмотрим, кто еще. Дело в том, что напомню, что Израиль и израильский медицинский туризм в свое время был известен только русскоязычным. Это россияне, украинцы, казахи и белорусы. Почему? Потому что репонтрианты, которые приехали из стран СНГ в Израиль, самое простое, что можно было делать, начать бизнес в медицинском туризме как посредник. Поэтому мало кто знал, кроме русскоязычных, про медицинский туризм. И на протяжении первых двух десятков лет медицинский туризм, турист в Израиле, это был выходец из стран СССР, и здесь Израиль никак не комплексовал по этому поводу, что это всего лишь русскоязычные, это не американцы, не шведы и так далее. Сейчас, конечно, и другие. Поэтому, когда мы говорим про расширение спектра стран, откуда могут приезжать медицинские туристы, нам необходимо помнить про возможности здравоохранения по свободной мощности, потому что любой медицинский туризм международный не должен создавать какой-то ущерба или ущемлять права и возможности для получения медицинской помощи граждан России, прежде всего жителей Хабаровского края. Поэтому оценка свободных мощностей в медицинских организациях говорит о том, что фокус на том, кто уже знает, любит Хабаровский край, кто дружественен к хабаровчанам, тот, конечно, имеет высокий приоритет и достаточен в целом для того, чтобы вот эти свободные мощности заполнить. К тому же не будем забывать, что знание иностранных языков является существенным требованием к развитию медицинского туризма и легче держать одного или двух специалистов, знающих китайский язык, чем держать нескольких специалистов медицинской организации по разным языкам, потому что таких полилингвов очень мало, чтобы говорили и на китайском, и на японском, и на корейском языке. Поэтому фокус на одной, например, стране, на раннем этапе развития въездного медицинского туризма международного, это, скажем так, правильная стратегия. Сейчас на Дальнем Востоке вообще в целом по федерации очень много говорят о том, что, в общем, все повернулось лицом в Азию, да, страна повернулась лицом на Дальний Восток, и действительно, это ворота Дальнего Востока, это ворота в Азию. Чувствуете ли вы это на примере вашей деятельности? Действительно ли стало больше внимания, акцента на Дальнем Востоке? Однозначно да. Мы привыкли, что все решения, все форумы, все проходит в Москве, да, и Москва является таким центробежной, центростремительной силой. Но обратите внимание, что крупнейший всероссийский форум здравница прошел, проходит именно в Хабаровске. Это первое. Второе. Вот я знаю, что сейчас и Минздрав России собирается организовать рабочий стол по развитию медицинского туризма в Приморском крае, то есть выбран Приморский край. К тому же мы видим, какой значительный интерес к Дальневосточным регионам возник, и к Хабаровску, и к Приморью, к Хабаровску прежде всего. И я хочу обратить внимание на то, что многие мои коллеги, хотя форум начинается буквально завтра, сегодня идет префорум, приехали на Дальний Восток за неделю, чтобы посмотреть и оценить, потому что многие не были на Дальнем Востоке, или были когда-то в те времена, когда еще служили в вооруженных силах 18-20 лет. И сегодня приехали в Хабаровск после значительного турне по региону Дальнего Востока, чтобы сформировать представление, что сегодня Владивосток, что сегодня Хабаровск, что представляют собой Камчатка и Сахалин. И вот эта тенденция, она ощущается. И даже авиарейс, на котором я летел, обычно, ну, традиционно, мы привыкли, что на Дальний Восток едут или с Москвы те, кто переехал, да, к бабушкам, дедушкам на море. Но почти полсамолета это были люди в галстуках. И мы понимаем, что это деловой интерес к тому, что же на самом деле представляет сегодня Дальний Восток, какие есть ресурсы и как можно работать и сотрудничать. Ну что ж, мы рады вас видеть здесь, на Преамурской земле, в Хабаровске, в Хабаровском крае. И всегда будем рады приезжать к нам еще. Еще я напоминаю, у нас в гостях был Евгений Чернышев, член рабочей группы по медицинскому туризму при Госдуме, руководитель комитета по медицинскому туризму в Российском Союзе Туриндустрии, главный редактор журнала «Медицинский туризм» и «Экспорт медицинских услуг». Спасибо вам огромное и приезжайте к нам еще. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!